Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами творческая группа из США, которая очень скоро представит во Владивостоке премьеру спектакля «Великий Гэтсби». И с нами сегодня Тина Кронис, Ричард Алгер и Владимир Фиркельман. Здравствуйте! Творческая группа из Лос-Анджелеса в составе режиссера, драматурга и продюсера приехала во Владивосток, чтобы выпустить с приморскими актерами спектакль по мотивам романа «Великий Гэтсби». Тина Кронис и Ричард Алгер уже много лет работают в тандеме и создали в США свою театральную труппу. Их стиль работы — это синтез танца, движения и текста. Продюсер Владимир Фиркельман присоединился к компании несколько лет назад. Благодаря его содействию постановки Тины и Ричарда уже не раз были представлены российской публике. Мой первый вопрос касается самого произведения, а точнее выбора истории, поскольку Фрэнсис Котт Фиджеральд — это абсолютный классик американской литературы. Почему вам показалась интересной идея представить классику американской литературы в России в 2019 году? Во многом как раз потому, что это пример классической американской литературы. От событий, которые описаны в книге, нас отделяет почти 100 лет. А это хорошая временная дистанция, чтобы вернуться к тексту и осмыслить его заново. Интересно понять, как те события соотносятся с нами сегодняшними. Неважно, идёт ли речь об американцах или о русских, каждый найдёт в этом тексте своё. Ты согласен? Да, я думаю, что во многом это произведение, которым заражена, образно выражаясь, вся американская культура. Работая с этим материалом в России, мы имеем возможность соединить сегодняшнюю действительность с тем, чем так долго была пронизана культура США. Именно эта идея показалась нам интересной. Ну, как продюсер ещё был очень важный момент, что не надо платить за права, потому что срок действия прав на Россию истёк. Поэтому это было очень удачное решение. А с точки зрения актуальности этой истории для современного зрителя, неважно, на каком континенте, вот что наиболее злободневное или актуальное в ней содержится, о чём важно зрителю задуматься сегодня? Я думаю, что для современной публики темы, затронутые в книге, всё ещё важны. Это разделение общества на классы и то, как обладание деньгами и желание обладать властью соотносятся друг с другом. Все эти аспекты интересны для рассмотрения как в 1920-м, так и в 2020-м году. И к тому же в этом произведении такая сильная любовная линия, отношения между Дэзи и Гэтсби, притяжение, которое возникает между ними, всё это волнует публику и делает это произведение вечным, на мой взгляд. Полностью согласна. Книга также исследует тему американской мечты и поднимает вопросы, как дать людям мечту и возможно ли получить то, о чём мечтаешь. Интересно исследовать роман и в этом ключе тоже. Форма спектакля, которая заявлена на афише, это драматический фокстрот. Насколько соотношение драмы и танца, движения внутри спектакля, как это соотносится? В нашем случае драма и танец абсолютно неразрывны. Дело тут ещё и в том, что, работая с Ричардом много лет, я воспринимаю его текст как мелодию. Я читаю его и сразу представляю жесты, шаги и движения танцоров. В нашем спектакле танец проходит через всё действие и создаёт в нём как бы дополнительный смысловой пласт. В моём восприятии всё выстраивается именно слоями – текст, музыка, движения. И соединяясь вместе, они дают единый смысл. Расскажите, как происходил выбор актёров на главные роли в этом спектакле. Что вам важно было увидеть в артистах, чтобы выбрать их на ведущие роли? Должна сказать, что здесь мы встретили множество хороших актёров, и выбирать было нелегко. Но зато, когда есть из кого выбирать, это всегда приятно. А в остальном отбор проходил традиционно. Мы объединяли актёров в разные комбинации и смотрели, в каких случаях получается удачное взаимодействие между ними. Ну и, конечно, для нас важны были такие качества, как музыкальность, пластичность, танцевальная подготовка. И в итоге мы работаем с замечательными актёрами. Музыкальная составляющая этого спектакля наверняка очень важна. Вот мы можем вспомнить недавний фильм База Лурмана, где была нарочито выбрана современная музыка. В вашем случае это музыка всё-таки из эпохи джаза, из 20-х годов, либо это какие-то новые музыкальные решения. Да, мы используем для спектакля всю гамму музыки. От современной до мелодий 20-х годов прошлого века, даже более ранней композиции. Мы не ограничиваем себя эпохой и в своей работе готовы использовать всю музыку, когда-либо созданную на Земле. Нам также нравится использовать разные интерпретации известных мелодий. Словом, к выбору музыки мы подходили максимально широко. Это произведение стабильно входит в десятку или в сотню величайших произведений мировой литературы. А можете ли вы вспомнить, как каждый из вас впервые познакомился с этим произведением и насколько его восприятие тогда, наверняка это было в юности, отличается от того, как вы читаете его сейчас? Хм, хороший вопрос. Мне кажется, я впервые познакомилась с этой историей через фильм с Робертом Редфордом и Мия Ферроу в главных ролях. Вообще, это интересно, читать книгу после просмотра фильма. Это дает тебе другое восприятие истории. Но, пожалуй, наибольшее наслаждение от книги я получила, когда перечитывала ее накануне работы над спектаклем. Я старалась сознательно вытеснить из головы уже знакомые образы героев и посмотреть на эту историю максимально свежим взглядом. Поскольку нам предстояло сделать собственную инсценировку, то мне не хотелось, чтобы наша версия чем-либо напоминала уже существующие версии великого Гэтсби в кино или других театрах. Для меня был особый интерес в работе над этим романом, поскольку мне хотелось сделать такую адаптацию, которая отражала бы наш стиль работы. В результате я решил написать инсценировку без какого-либо повествования. Если помните, и в книге, и в фильмах всегда есть образ Ника Каруэя, друга Гэтсби, который описывает происходящее событие. Я поставил себе задачу полностью от этого избавиться. Прием с использованием образа рассказчика отлично работает в кино и литературе, но на сцене мне хотелось какого-то другого решения. В итоге мне пришлось немало потрудиться над инсценировкой, чтобы найти способ, как представить эту историю в другом ключе. Но благодаря такому непростому вызову, который я принял, работа над спектаклем стала еще интереснее. Я как бы заставил себя посмотреть на все события романа под совершенно новым углом. И это было здорово. Владимир, а вы поделитесь? Я сейчас пытался вспомнить, когда был сделан перевод книги, когда она была... Но это явно Советский Союз еще был. Да, определенно. Поэтому, конечно, это был интерес с железным занавесом, как бы заглянуть в жизнь Америки, как бы из первоисточника, без редакции, без купюр каких-то. Я думаю, вот это был главный первый интерес к роману. А сейчас, конечно, уже больше интересовало и как бы понималось, так сказать, значение, смыслы этой истории. То есть вначале это было как бы знакомство с внешним, а сейчас с внутренним миром романа. Мне бы хотелось чуть больше познакомить с зрителей, с вами, как с персоналями. Расскажите немного о том, каким образом каждый из вас пришел в эту профессию, в мир театра. Что касается меня, то изначально я была танцовщицей и осваивала пантомиму. Позже, оказавшись в среде драматического театра, я подумала, а ведь все это можно объединить. И, собственно, этим я и занималась в дальнейшем. То, что прежде было отдельными составляющими – музыка, текст, движения, пантомима – смешалась и стала основой моих постановок как режиссера. Однажды, занявшись театром, я уже не смогла остановиться. Пожалуй, именно театральное искусство делает меня тем, кто я есть. Я начинал свой путь как инженер-механик, что очень далеко от сферы искусства. Но я всегда интересовался кино и старался больше об этом узнать. По мере знакомства с кинопроизводством, я понял, насколько долг и сложен процесс создания фильма. Тогда же я стал интересоваться театром, и этот мир немедленно меня увлек, поскольку театр – очень живое и сиюминутное искусство. К тому же мне очень повезло встретить Тину на ранних этапах своего пути. Мы практически сразу начали сотрудничать, и наше преимущество заключалось в том, что мы стали воплощать в жизнь свои собственные идеи. То есть мы никогда не ставили на сцене то, что нам скажут. По-моему, это замечательно. То, что в прошлом я работала мимом, научило меня создавать театр из ничего и полностью самостоятельно. Такова была моя ментальность. И когда мы объединились с Ричардом, а это было в Нью-Йорке, то мы не располагали ничем, кроме желания творить. Так что наш театр строился на голом энтузиазме и только собственными силами. Ну а сейчас у нас есть своя театральная компания, которая базируется в Лос-Анджелесе. У нас в труппе порядка 12 актеров, со многими из которых мы ставим уже 5, 6, 7 совместный спектакль. За годы работы у наших постановок выработался свой стиль. Мы всегда берем классические пьесы или романы и стараемся представить их в современном прочтении средствами современного театра. Берясь за новую постановку, мы, как правило, представляем ее в Лос-Анджелесе, а в дальнейшем стараемся много гастролировать, чтобы показать ее в разных частях света. Владимир, а как вы присоединились к этой компании? Я получил режиссерское образование в Ленинграде. Это было очень давно. Потом было много всякого. И когда я сумел вернуться к профессии, там уже, к сожалению, режиссурой не получалось заниматься, но я стал продюсером, агентом. И благодаря совершенно счастливой случайности я увидел их чеховский спектакль Тины Ричарда. С чего началась эта история? Он на меня произвел очень сильное впечатление. У меня ушло где-то 5 лет на то, чтобы их привезти в Россию. Мы это сделали в 2017 году. На Чеховском фестивале они выступили. И вот с этого началось уже активное сотрудничество. Возник этот проект. И тоже со всякими приключениями удачно все завершилось. И мы оказались здесь, во Владивостоке. Последний мой завершающий вопрос. Он, наверное, такой риторический. Но не кажется ли вам, что в современном мире, насыщенном технологиями и всевозможными источниками развлечений, театру становится сложнее найти своего зрителя? Или это не так? Я очень надеюсь, что нет. Я думаю, что сейчас, в эпоху гаджетов и технологий, люди как никогда нуждаются в театре. Это удивительное место, куда мы приходим, чтобы слушать, впитывать и переживать эмоции вместе со всей аудиторией. Сегодняшнему зрителю нужен этот живой опыт сопереживания, которого мы часто лишаем себя, погружаясь в виртуальный мир. Дистанцируясь от реальности, человек остается один, а в театре он испытывает живые эмоции вместе с другими. Вот почему театр особенно важен сегодня. Я думаю, что мы также несем ответственность за то, чтобы сделать театр интересным для современной публики. Наша действительность столь разнообразна, насыщена цифровыми технологиями, новыми веяниями, и все это театр должен в идеале впитывать и отражать. Он должен как бы подталкивать человека к получению нового опыта. Работая над спектаклями, мы постоянно задаемся подобными вопросами. Владимир, ну и ваша точка зрения завершающая. Что вы думаете? Ну, наверное, к этому трудно что-то добавить. Именно вот о живое непосредственное общение, когда люди отрываются от всех этих телефонов, компьютеров, и они лицом к лицу остаются как бы с живыми актерами, вовлекаются в это общение. Это прекрасно. Я думаю, что это действительно как никогда важно сегодня именно. Спасибо вам большое, что нашли время для этой беседы. Удачные премьеры и будем ждать с нетерпением. Спасибо. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры подогнал «Симон»!